В эфире телеканал Авиная ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Более двухсот пловцов приняли участие в соревнованиях в детском оздоровительно-образовательном центре Дельфин. Очередной выпуск проекта «Стихи живут повсюду». Старались выбрать тех, которые, наверное, на наш взгляд и увлекаются стихами. Видно, прошло гран-при по фигурному катанию среди любителей. Участники могут для себя выбрать три этапа – участвовать, занимать призовые места и потом уже попадать в финал. В детском оздоровительно-образовательном центре Дельфин прошли соревнования, посвященные Дню защитника Отечества. В них приняли участие юные пловцы муниципалитета. За самыми быстрыми наблюдала наша съемочная группа. В течение двух дней подающие надежды юные пловцы и воспитанники детского оздоровительно-образовательного центра Дельфин боролись за звание лучших. В соревнованиях в честь Дня защитника Отечества приняли участие в общей сложности – более двухсот детей в возрасте от шести до шестнадцати лет. В видновском Дельфине в соревнованиях участвовали ребята шести-восьми лет, занимающиеся как спортивным, так и оздоровительным плаванием. Но в развилке показать отличные результаты предстояло ста юным пловцам от десяти до шестнадцати лет, многие из которых уже имеют спортивные разряды и достижения. Ребята сильнейшие, в видновом сильнейшие развилки принимают участие. Но это как бы генеральная репетиция будет перед региональными соревнованиями кубок Евгения Рылова, который будет проходить здесь в мае месяце. Браз – вольный стиль и комплексное плавание на спине. Ребятам предстояло продемонстрировать все, на что они способны и чему научились. Эти старты, они позволяют из всех участников, которые принимают в них участие, выбрать ребят, которые действительно обладают определенными способностями, задатками. И уже в дальнейшем их индивидуально сопровождать для достижения больших спортивных результатов. Тринадцатилетняя Виктория Таранникова – серебряный призер чемпионата и первенства Центрального федерального округа по плаванию брасом на 200 метров. Серьезно занимается плаванием уже пять лет. Регулярно участвует в соревнованиях и раз за разом показывает все более высокие результаты. Сегодня проплыть улучшат результаты. Просто улучшатся. Вообще не люблю говорить, но так планирую идти выше и выше, лучше, лучше. Стать чемпионкой мира. Посмотрим. Все ребята постарались выложиться на дорожки по полной программе. А поддержка тренеров и зрителей только воодушевляла юных спортсменов на победу. Те, кто показал лучшие результаты, поборются за медали в традиционном Кубке Евгения Рылова в мае этого года. Екатерина Борисова, Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Коллектив учебно-методического образовательного центра Ленинского округа принял участие в совместном проекте историко-культурного центра и телеканала «Видное ТВ. Стихи живут повсюду». Сотрудники учреждения прочитали стихотворение Александра Прокофьева «Слава армии нашей». Как рассказала директор учебно-методического образовательного центра Надежда Григорьева, сотрудники восприняли предложение принять участие в поэтическом проекте с искренней и даже некой детской радостью. Не зря они работают в основном именно с такой категорией населения. Мы постарались выбрать тех, которые, наверное, на наш взгляд и увлекаются стихами и непосредственно в силу своего функционала как-то сталкиваются с различными конкурсами как педагогов, так и детей. У нас очень много и литературных, и мы взаимодействуем с нашей библиотекой, с нашим историко-культурным центром. Для проекта «Стихи живут повсюду» было выбрано произведение русского поэта, военного корреспондента, участника Великой Отечественной войны Александра Прокофьева «Слава армии нашей». Слава армии нашей на знаменах побед. Нету воинства краше, и сильнее его нет. В нем отрадно и властно встали мы и стоим. С верной дружбой солдатской, с нашим братством святым. С ними шли через годы, через степь и тайгу, как гроза для отпора и для смерти врагу. В бой ходили и пели, били недругу в прах, песни воли звенели на солдатских губах. Песни падали в травы, нынче в небе парят. Над солдатской славой, над матросской славой, над российской державой, словно звезды горят. Я очень рада, что именно это стихотворение прочли члены дружного коллектива Надежды Викторовны Григорьевой. Более ста лет российский февраль – это дань уважения доблести нашей армии, всегда и сегодня хранящей в целостности рубежи нашей страны. Методист Надежда Тишкина очень любит поэзию и даже в школе сама сочиняла стихи. Сложностей не было, поскольку тема близкая всем, которая всех волнует. И эта тема в моем сердце. В центре трудятся около 20 человек. Это методисты, логопеды, педагоги, психологи. Сотрудники работают со всеми образовательными учреждениями округа, занимаются подготовкой и организацией профессиональных конкурсов. Произведение, конечно, понравилось. Это очень актуально, патриотично. И наш учебно-методический центр поддерживает детские конкурсы, конкурсы чтецов в том числе. Воспитывая патриотизм в подрастающем поколении, прежде всего, нужно начинать с себя, своим примером показывать любовь к родине. Это уже 44-й сюжет проекта. Кто станет героем следующего выпуска, телезрители узнают совсем скоро. Наталья Буслаева, Александр Ловинов, Елена Кошелева, Витнет-ТВ. А сейчас рубрика «Герой нашего времени». И у меня в гостях мастер спорта по шахматам, заместитель руководителя шахматно-шашечной федерации муниципалитета Александр Болховитин. Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде всего, поздравляю вас с юбилеем. Совсем недавно вам исполнилось 70. Да. И давайте, наверное, разыграем партию. Давайте. Я с такой самой известной комбинацией стартую – Е2, Е4. Ну, я тоже самое отвечу пешкой – Е7, Е5. Вот 64 года вы играете в шахматы. Кстати, именно столько квадратов на доске. Вот что для вас значит шахматы? Шахматы для меня – значит, это то, что я в шахматах воспитал силу воли, воспитал упорство характера, воспитал ту энергию, которую я отдавал молодежи. Все. Все время. Продолжим. Сейчас будет ход конем. Скажите, а вы любите играть с черными или белыми? Что вам приносит удачу? Лучше, конечно, каждый шахматист сказал бы, что он любит играть с белыми. Потому что белыми, сразу белыми идет возможность атаковать соперника. А черными, как правило, это нудно, надо сначала защищаться. Скажите, сколько вообще учеников вы воспитали? И многие ли из них стали профессионалами? Я воспитывал учеников в различных городах. Но больше всего это в Можайске, ну, там, можно сказать, более ста человек. А в Видном это количество, наверное, так вот не считал, но превысило где-то 300 человек. И есть ряд ребят, которые пошли, закончили школу, пошли дальше, выполняют нормы кандидатов в мастера спорта, норму первого разряда, борются за присвоение хороших шахматных рейтингов. Да, их не так много, которые ребят, которые связали свою жизнь с шахматом, нет таких сегодня. Ну, и я тоже, я не профессионал, а все-таки шахматы, как для детей, ребят под спорь, потому что все-таки учеба – это прежде всего. И поступление в высшие учебные заведения – это, наверное, для них это основа. А так ребята, да, продолжают очень хорошо играть. Продолжим нашу партию. Я была как-то свидетелем, мы снимали сюжет о шахматном турнире, и ваш ученик обыграл вас. Вот в такие моменты что вы испытываете? Вы испытываете гордость, досаду? Нет, я испытываю, наоборот, гордость за то, что кто-то из учеников моих и меня обыграл. Нет, досады никакой не бывает. Наоборот, есть радость, что ребята уже, а так и должно быть, чтобы ребята превосходили своего учителя. Например, в прошлом году Полина Тен заняла третье место в первенстве города среди мужчин. Это было вообще сенсацией, потому что 40 лет такого итога среди девочек никто не мог, как говорится, показать. И еще это говорит о том, что ребята занимаются очень, ну, почти на полупрофессионально, можно так назвать, полупрофессионально в шахматах. Почему вот все-таки рекомендуется давать ребенка в шахматы? Ну, я рекомендую... Из какого возраста, кстати? Я рекомендую, чтобы ребята ходили в шахматы, развивали логику, мышление, усидчивость. И, наверное, так приходит это, что лучше так вот, исходя из моего опыта, где-то начинать надо, ну, с 7 лет. Но есть и ребята-исключения, которые занимаются и с 5 лет, в том числе и у меня. Это два мальчика, которым только недавно исполнилось 7 лет, это Герман Синицын и Макар Непочатов. Они начали играть уже с 5 лет. И сейчас, как говорится, колесят по весе России, играют на различных этапах городских, областных соревнований России. Играют, вот недавно играли и в Костроме, в Орле, играют и в других городах. И уже ребята играют с очень хорошим высоким рейтингом. Александр Викторович, вы разработали программу «Видновская шахматизация», которая посвящена развитию этого вида спорта, популяризации его. Вкратце расскажите, пожалуйста, о программе. Да, была это разработана мной лет 5-6. Есть эта программа, целью которой я ставил, чтобы охватить как можно больше ребят, играли в шахматы в Ленинском нашем районе округе. Чтобы пришли преподаватели, которые бы занимались бы с ребятами. И вот это удалось, что, можно сказать, много шахматных кружков было организовано в районе. И ребята уже, ребята сейчас очень много занимаются шахматами. Как сказал бы еще нас двое, заместителей шахматной шашечной федерации. В Ленинском округе действительно в настоящие, ну, последние 2-3 года шахматный бум. Когда очень много родителей приводят детей в шахматы, в различные... Секции, кружки, да. Да, в различные секции, да. И родители отдают, причем со стороны шахматной федерации работают... Ну, и мы там привлекли самых квалифицированных шахматистов. Да, чтобы не обязательно ехать куда-то в Москву, там проводить эти... Там заниматься. Ставим задачу здесь научиться, а потом, пожалуйста, можно идти и в более... Как там можно считать, высоким тренером. То есть программа «Видновская шахматизация» работает успешно. Да, я считаю, да. Замечательно. Ну что ж, на этой замечательной ноте закончим разговор. К сожалению, мне пока не удалось вас обыграть, но обязательно сейчас продолжим партию. А я напомню, что у нас в гостях был мастер спорта по шахматам, заместитель руководителя шахматно-шашечной федерации муниципалитета Александр Болховитин. Любительское фигурное катание в последние годы все активнее развивается в России. Видное стал одним из городов, где прошел этап соревнований Гран-при. Подробности узнаем у Дмитрия книги. В Ледовом дворце Арктика прошел один из этапов Гран-при по фигурному катанию среди любителей. Организаторы объединили соревнования в одну серию. После восьми этапов в нескольких городах лучшие фигуристы выйдут в финал, который состоится в Москве. Участники могут для себя выбрать три этапа, участвовать, занимать призовые места и потом уже попадать в финал. То есть можно путешествовать по нашей необъятной родине, посещать разные города, заниматься фигурным катанием, находить себе друзей, участвовать на соревнованиях. И потом мы всех приглашаем к нам в гости в столицу нашей России. На этот раз на лед вышли спортсмены из разных уголков России. Сочи, Нижний Новгород, Владимир и другие регионы. Ирина Вардовкина приехала из Казани, где она готовилась к состязаниям. Фигурным катанием занимается уже более 10 лет, но из-за травмы не смогла продолжать профессиональную карьеру. Побеждала на матрешке, как тоже турнир Академии спорта, в Казани, многие соревнования. Также участвовала в неофициальном чемпионате России по любителям. И заняла там золото, серебро и бронзу. Алена Зубова еще с детства хотела стать фигуристкой, но тогда она жила в городе, где не было ледовой арены. Когда стала взрослой и появилась возможность, исполнила свою мечту и теперь регулярно соревнуется с другими любителями. Впервые в этом сезоне такое проводится, проводит Академия спорта. Я у них участвовала раньше на других стартах, они очень хорошо проводят, поэтому решила снова поучаствовать. Особенность любительских соревнований в том, что принять участие в них могут все желающие, от 14 лет и старше. Профессиональные судьи оценивали артистичность и техническую составляющую выступлений спортсменов. А поддерживали их болельщики. Очень красивые выступления, нежно, танец, музыка. Нам все нравится. Соревнования продолжались весь день и завершились дискотекой на льду для всех участников. Дмитрий Книга, Данил Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!